Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра «Сангейт» начинает свою программу «Живой эфир». И сегодня у нас 4 апреля, понедельник, день Луны. По понедельникам у нас идёт программа, она только недавно началась, это третья программа по счёту сегодня, и это «Путь йоги». И Настя встречается со своими гостями, известными людьми, которые уже доказали, что они действительно что-то знают, чего-то умеют, и могут поделиться этим знанием с нашими радиослушателями, которые сегодня слушают интернет-портал радиоцентра «Сангейт», телефон эфира после эфира 847-226-9956, скайп, можно тоже задать вопросы, это скайп «Сангейтс», «Солнечная ворота», «Сангейтс 1.08», ну и тройное «W» «sungatesradio.com.com». Это наша главная веб-сайт, всё на русском языке, на этой веб-сайт, и там вы тоже можете оставить свои комментарии, поделиться. Ну а сегодняшняя программа посвящена путешественнице, и она сама сейчас, Настя, расскажет, и вот эта путешественница, которую зовут Светлана Щеглова. Спасибо. Сегодня понедельник, и мы опять в эфире с программой «Путь йоги». Миша оговорился не случайно, на самом деле, потому что сегодня у меня в гостях потрясающая, прекрасная женщина, тренер и йогин, мама троих чудесных принцесс, путешественница Светлана Щеглова. Свет, добрый день, добрый вечер вам. У вас уже почти, почти уже ночь, вы меня слышите? Да, я вас прекрасно слышу. Анастасия, добрый миг, добрый миг радиослушателей. Я говорю миг, потому что мы на разных континентах, у кого-то утро, у нас уже вечер, так что всех очень рады слышать, чувствовать. Я надеюсь, у нас будет чудесная беседа. Спасибо большое. И, как я уже сказала, Светлана, она йогин, и она тренер, она ведет занятия йоги, поэтому она гостья нашей сегодняшней программы, поскольку мы, основная наша беседа, основная тема наша – это йога. Хотя со Светланой мы сегодня поговорим немножко, не совсем, не только о йоге, а о ее вообще жизни очень интересной, необычной. И я пару слов хочу рассказать о том, кто такая Светлана, и чем она занимается. Светлана Щеглова более 15 лет занимается йогой и программами здоровья. Если вы видели наш анонс в социальных сетях, то там Светлана совершенно запечатлена в удивительной позе, которая доказывает, что она такой уже настоящий крепкий йогин. И Светлана прошла курсы и семинары Марии Стояновой, Сергея Сидорцева, Лилии Музыченко, Антона Сараева, Ульяны Сотниковой по омоложению, стройности и программам борьбы с лишним весом. Курсы для инструкторов йоги в школе Парампара, йога 108. И все, кто знает Светлану, отмечают огромный заряд бодрости и молодости, которым она заряжает всех вокруг. Но на самом деле основной темой сегодняшней беседы я хотела со Светой поговорить не только о йоге, но и о том, что она совершила удивительное путешествие. Как раз практически ровно год назад она в одиночку прошла путь Сантьяго. И мы со Светой предварительно разговаривали. И как она мне сказала, что йога – это ее жизнь, и без йоги она, наверное, бы не решилась на это путешествие. И, Свет, я хотела вообще сначала спросить, как вы вообще в йогу пришли, прежде всего? Ну, достаточно интересный путь. Чаще всего мы приходим к чему-то, к какому-то осознанию, через какую-то боль, через какие-то поиски. Вообще мне всегда был близок здоровый образ жизни. По одной из своих специальностей я маркетолог, рекламщик. Вот. И занималась рекламной компанией, одной из крупных торговых компаний города Екатеринбурга. Раньше я жила в этом городе. Вот. Мы участвовали в конкурсе и заняли призовое место на лучшую рекламу. И мне в качестве подарка дали абонемент в фитнес-клуб на полгода. И я могла за эти полгода попробовать все занятия, которые были в этом клубе. Вот. Я попробовала фитнес, слайд, степ, колонетик. Ну, все, что там можно было, попробовала. Больше всего он был близок к колонетик. А потом, пообщавшись с коллегой-маркетологом, он сказал, что его жена еще преподает йогу. Причем интересно, все занятия ходила днем или вечером, а йогу вот она почему-то преподавала, если я не ошибаюсь, полседьмого утра. Ну, мне не страшно рано вставать. Я думаю, попробую. Вот это направление я еще не испытала на себе. Когда я сходила, мне это безумно понравилось. Вот. Я начала ходить за ней по клубам, которые она меняла, потому что и я по жизни перемещалась, и она, ну, все это в рамках города Екатеринбурга было. Вот. Вот я между занятиями так получилось, что начала потихоньку детей рожать. Сейчас их у меня трое. Вот. И поэтому у меня вот постоянной практики первое время не было. Но забеременев второй дочкой, у меня появилась экзема на руках. Она держалась достаточно долго, и это было очень неприятно. И вот через эту боль я пришла в более осознанные ноги. Я искала выход из этой проблемы через остеопатов, гомеопатов и разных других нетрадиционных специалистов, потому что традиционную медицину, да простят меня. Ищи, как-то я вот не сторонюсь. Вот. И потом мне мама говорит, хватит метаться, вот ты вроде тут йогой занялась, и в йоге ищи выздоровление. Ну, в общем-то, вот так и случилось. То есть я стала более серьезно заниматься этим. Потом так, восьмая судьба, мне пришлось уехать из этого большого города, вот небольшой город, где я сейчас живу, но уютно, безумно я люблю этот город. Это город Медногорск в Оренбургской области. Сюда я поняла, что йогу здесь никто не преподает. Я приняла решение, раз не преподают, мне буду преподавать я. Я год шла к этому мероприятию, ездила на семинары, вот про которые рассказала Анастасия чуть раньше. Вот. И за беременность в третьем сентябре я начала преподавать йогу для небеременных. Беременная, да? Ой, надо же, как удивительно. Да, причем я сразу девочек информировала, говорю, вы не пугайтесь моего живота, это просто вот как бы там, потому что все равно мы всегда ориентируемся на инструктора, и в каком физическом состоянии инструктор, так как бы мы воспринимаем. Думаю, приду сейчас с животом, скажу, что это за йог такой. Поэтому я изначально их предупредила, сказала, что это вот такая ситуация, что там маленький человечек, он будет мне помогать, и вот таким образом я начала быть инструктора. Но я хочу сказать, что йога — это моя жизнь. Я всех своих учеников тоже учу, что такие принципы у йоги, которые помогают решить любой вопрос, они помогают находиться в таком медицинском состоянии, в такой плохой, спокойной радости. Они помогают принимать все, что происходит в твою жизнь, осознавать все, что приходит в мою жизнь. Поэтому, когда меня спрашивают, ты занимаешься йогой? Я говорю, я йогой живу. Ну, это самый главный принцип, мне кажется, именно в йоге, потому что наша жизнь должна измениться настолько, чтобы мы как раз не йогой занимались, а вот йога становилась нашей жизнью. И, собственно, когда я задумала эту программу, она была именно об этом, чтобы каждый человек имел возможность, имел шанс изменить свою жизнь, и чтобы следовать вот этим удивительным, древним, мудрейшим принципам. Да, я согласна, что эти принципы безумно помогают. И вот главный принцип, о котором я говорю на тренировке, я говорю, в каждой самой некомфортной асане ваша задача, девочки, научиться расслабляться. Когда вы это научитесь делать в асанах, вы это сможете делать в самых критических ситуациях, которые возникают у вас по жизни. То есть стресс, когда мы встречаем напряженное состояние, мы усиливаем его, мы усиливаем проблемы, которые к нам приходят. Вообще мудрецы говорят, что напряженный человек оттягивает неприятности в своей жизни. Но раз я девочка, и с первого начала женщина начну быть жальственными, мягкими, расслабленными, и тогда энергия будет протекать. И тогда мы будем находиться в состоянии потока, и тогда мы будем лишние неприятности протягивать. А те события, которые приходят, мы спокойно будем принимать как данность, как может быть очередной урок. И ведь такая, как мы ее воспринимаем, то есть если мы говорим, что сегодня очень ясно делен, мы с ним идем. Если мы говорим, что жизнь ужасна, ну а как она будет другой? И вот мы Бога просим именно это состояние. Так что... Вера, скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, что вы когда переехали в Медногорск, и кроме вас никто йогу не вел. Сейчас, конечно, йога, и я вот живу в США, здесь вообще йога, это просто сверхпопулярно, и как фитнес, и как духовное течение. Вообще считается, что город Сан-Франциско, около которого я живу, это чуть ли не столица йоги. Здесь самая большая концентрация концентрация учителей, инструкторов йоги вообще во всем США, а может быть даже во всем мире, именно на душу населения, ну очень много. И вот вы приехали, когда вы были первопроходцем, но я так понимаю, что вообще, вот я про вас знаю немножко, и понимаю, что у вас вообще такая миссия быть первопроходцем во всем. Сложности вы не боитесь. Как, вот, насколько сложно было людей приучить к йоге, насколько сложно было им показать и открыть. Я так понимаю, что сейчас у вас уже много очень учеников и очень широкая практика. Ну, не знаю, я как-то вот не что воспринимаю как сложности, просто как очередной этап развития. Не могу сказать, что прям ровно, и все меня воспринимали, и сектанткой меня называли, и с батюшкой у нас были очень интересные диалоги, потому что я его много уважаю. Он крестил мои детей, он крестил меня, несмотря на то, что знал, что я йогу. Но через некоторое время он думал, что он меня крестит, и я как бы вот забуду про йогу. И как-то до него опять пришла информация, что все-таки я продолжаю преподавать. Я пришла в очередной раз, причащая к чаше, он говорит, «Как ты преподаешь йогу, продолжаешь, давай сейчас же, угощайся, скажи, что это вот колесик, откажись от йоги». У меня за доли секунд такие мысли пронеслись. Я подумала, ведь йога – это то средство, с помощью которого я выкармливаю свои болезни. Йога – это мое веровозрение, это мое мировосприятие. Йога – это то, чему я учу. Надеюсь, я вдруг скажу, что я была не права, но я этого не чувствую. Мое-то помогает мне на любом вопросе. Огромное количество информации о доли секунды про меня. Я понимаю, что никогда не говорила, никогда, но нет, я этого не сделала, конечно. Я продолжаю на такое поуважать. Но вот наши пути не произошлись, несмотря на то, что я даже пыталась ему приносить каналы почитать. Но я понимаю, что это его профессия, это его, как бы, у него немножко другая миссия, у него другая задача. Поэтому, ну, так случилось, что немножко наши разошлись сейчас. Немножко не имеет, но у каждого свой путь, поэтому я широким уважением отношусь к пути каждого. я выбрала такой путь батюшки свой. Да, и кто-то до сих пор говорит, что на ее выходить нельзя, потому что церковь против ее, потому что город маленький, люди достаточно посохновленные. Некоторые ко мне не ходят именно вот, потому что батюшки в церкви говорят, что это не есть хорошо. Были другие какие-то сложности. Я просто выполняла свою миссию делать свое дело. И самая рада это счастливые лица людей. Это обратная связь, когда люди, у меня есть чудесная старшая группа, которой я восхищаюсь, это женщина от 55 лет. Меня на эту группу так набила Наталья Хамитова, как-то у нее где-то в деньги вычитала, что она в качестве сцены, то есть служения, ведет группу для пенсионеров. Я думаю, попробую-ка я тоже. Я набрала этих девочек, и они у меня занимаются уже, если я не ошибаюсь, в пятый или шестой год. Это дружная группа, очень светлые девчонки. Некоторые до сих пор говорят, Света, мы столько лет потеряли, почему мы сразу к тебе не пришли? Одна говорит, у меня муж умер, ребенок в другом городе, себе место искала на кладбище. Когда я пришла к тебе, причем все боятся, особенно пенсионеры, когда йога, они никогда ничем не занимались, у них суставы уже не гнутся, и тут им говорят, иди в йогу, а когда они приходят, они расцветают. Она говорит, я захотела жить, я прихожу вот сюда и вот просто наслаждаюсь жизнью. Вот это главная, наверное, причина, почему я преподаю. Я знаю, что вот то, что я даю, да, что оно несет людям умиротворение, счастье, и у людей появляется цель жить, и это вот, наверное, самая большая награда, самая важная. Удивительная история, особенно мне понравилось про девочек старшую группу, это как-то прям звучит совершенно потрясающе. Как я их еще буду называть? Я говорю, можно вас буду называть девочками? Она говорит, конечно, можно, и поэтому вот мы именно девочки. Мне очень нравится еще один тренер московский, Павел Раков, и он говорит, женщины это уже как бы такие вот какие-то закоренелые, и как-то вот их, грубо говоря, не хочется. А девушки, они молодые, поэтому вы все молодые девушки, а моя самая старшая группа, они вообще девочки, потому что они веселые, они светлые, они задорные, они излучают очень много света, вот, и, ну, я даю им все, что могу, и я говорю, вы, наверное, уже можете сделать больше, чем ваши дети и ваши внуки. Они такие старательные, такие упорные, настойчивые, так что я ими просто горжусь. Свет, я очень восхищаюсь вами, потому что, конечно, с тремя детьми и вот так вот еще уметь столько отдавать энергии, конечно, я понимаю, что только йога, наверное, дает силы и возможности для такого вот пути. И я хотела еще спросить, вот, ну, я не знаю, насколько корректно это вопрос или некорректно, я, поскольку в Америке живу, здесь обычно спрашивают, да, в какой традиции йогической вы работаете и какие вы практики сами рекомендуете? Я изучила разные традиции, на разных этапах мне были интересны разные, вот мне, чем нравятся школы, в которых я обучалась и продолжаю обучаться, тем, что они знакомят с разными традициями, которые на сегодняшний день представлены на рынке. Есть традиции более массовые, приближенные к фитнесу, такие как бикрам-йога, я знаю, что она в Америке очень распространенная. О, да, здесь это очень распространенная, действительно. Вот. Мне очень нравится штанга-йога, потому что она сильно подтягивает тело, то есть, если пришел человек и в первую очередь у него проблемы какие-то с телом, ну, в смысле не то, что проблемы, он хочет такого спортивного, хорошего телосложения, хорошей, быстрой растяжки и физического продвижения в йоге, а штанга ему поможет шикарно. Есть у нас в России сейчас развивается такое направление, как йога-терапия, есть сильные инструктора, сильные учителя, и они выходят на мировой уровень и будут его скоро преподавать уже и в том числе для англоязычного населения, где-то вот будут организовывать семинары. То есть, йога-терапию тоже я немножко изучила. Мне очень нравится женская йога, потому что вот эта штанга, она делает красивые и подтянутые тела, но она придает немножко жесткости. И так-то все переодевшись в брюки, девочки, становимся немножко с мужским стилем поведения. Поэтому мне очень близко женское направление, иногда я включаю какие-то танцевальные, мягкие элементы. Вот. Не могу сказать, что я придерживаюсь одного стиля. То есть, когда хочется больше нагрузки, я провожу занятия в стиле штанги. Когда я вижу, что вот хочется потанцевать, какой-то мягкости добавить, я провожу занятия больше с элементами женской йоги. Вот. Ну, все-таки я называю свое занятие хатха-йогой. И использую знания, полученные из разных источников. Еще мне нравится йога в хиренда брахмачари. У него симпатичное есть упражнение. Называется стхула и сукшма-вьяма. Стхула это более такие строгие, жесткие упражнения. Сукшма-вьяма это мягкие упражнения, мягкие асаны, которые тоже дают неплохую растяжку, работу с суставами. Эти элементы я тоже использую в своей практике. Так что вот пока я не нашла то направление, которым бы я хотела строго придерживаться. Мне очень нравится направление шивананда йоги. Мне нравится и это направление своим комплексным подходом. Тем, что там кроме физики в анонсе как раз Настя писала о гармоничном развитии человека, что гармоничный человек развивается только когда развитие идет на четырех уровнях. То есть многие йогу воспринимают в первую очередь как физику, как сидение в лотосе или там медитация в лотосе. На самом деле путь йоги он действительно я считаю, что на всех четырех уровнях должен состояться. И вот шивананда йоги что здорово они используют и карма йогу и бхакти йогу и да хатха, раджа карма йога то есть все направления они работают и в асанах но мне вот например не хватает то количество асан которые дает шивананда йоги мне хочется дальше двигаться и с точки зрения тела но вот с точки зрения медитации с точки зрения чтения мантры там служения другим они большие молодцы у них очень гармоничные направления в этом плане ну не все же не всем к сожалению дается то что вам дается я просто видела ваши фотографии и конечно такая физическая форма потрясающая это конечно наверное ну от природы отчасти да не только от регулярных тренировок потому что вот моя соведущая Наталья Огородникова с которой мы начали этот проект она мы с ней как раз обсуждали что очень многие люди думают что йога как и вы сказали что йога это только асаны да кто-то вообще в принципе в лотус никогда не сядет надо это понимать но это не повод не заниматься йогой и опять же наверняка у вас есть вот примеры когда люди через какой-то период они достигали удивительных именно результатов и в физике да и в асанах не мне вам об этом рассказывать да Света как вы согласны да вообще когда я начала преподавать первый вопрос который я задала девочкам пришедшим мне на занятие с какой целью вы пришли сюда на занятие почему вы сюда пришли только я давно об этом слышала и мечтала кто-то я просто даже вот мы ведь иногда говорим одно на самом деле другое лухаем вот кто-то приходит пообщаться кто-то приходит узнать что-то новенькое потому что каждый раз на занятия стараюсь что-то дать кроме физики какие-то новые интересные материалы кто-то узнает что все это почитать можно что посмотреть можно вот кто-то приходит как отличник в школе усердно занимается иногда они приходят есть девочки придет раз в полгода но у нас такое усердием занимается я говорю девочки без фанатизма потому что руки-ноги когда трясутся и когда больно в следующий день это не есть хорошо во всем нужна мера вот конечно это вот самое большое счастье для человека пришедшего в йогу когда он сделал какую-то асану которую он даже не мечтал но в любом случае этот путь должен быть мягкий тем более вот если мы говорим про нас девочек мальчики пусть они там достигают каких-то более жестких высок более серьезных асан вот мы через мягкий через рослость мы действительно вытягиваемся там складываемся пополам и вот сейчас у меня был очень интересный опыт я считаю что это тоже очередной шаг в моем развитии я только что вернулась с программы очистительного голодания я ездила ради дочки старшей потому что они дерматиты мы вместе с ней 10 дней голодали сидели на воде и дочки тоже голодала и дочка тоже голодала а сколько ей лет 11 лет ведущая программа сказала что дети могут голодать столько сколько им лет вот но мы все взрослые голодали 10 дней она вот 9 с половиной она мужественно все вынесла ей стало значительно лучше вот и я хочу сказать что я почувствовала опыт был очень с одной стороны интересный и не так просто как казалось бы хочу чтобы простого 10 дней отголодать даже если ты простите ведешь здоровый образ жизни все равно кому-то даже один день в принципе голодание не всегда дается легко но я хочу сказать что сложность была не в том чтобы хотелось есть мы были в таких условиях великолепны что мы жили на базе удивительного человека Валерия Синельникова который написал книжку возлюби болезнь свою я хочу сказать что человек чем более развит духовно тем более скромный он это скромнейший души человек построил в горах недалеко от морского берега в Крыму вот эту благостную базу на которой вводят удивительные ретриты семинары для взрослых для детей и вот мы были в тот период когда на базе кроме нас не было и поэтому вокруг нас не было продуктовых магазинов нам не нужно было семьи кормить и поэтому от пищи мы были отгоражены то есть с точки зрения еды для нас проблем не было а вот все-таки как организм все это воспринимал потому что мне очень понравилась фраза которую сказал руководитель нашего семинара удивительная женщина Анна Зименская она сказала что голодание это операция без ножа то есть все тело все силы всю энергию направляет на очищение и все шлаки которые скопились за тот период что мы живем для меня это был первый опыт а мне уже все-таки 40 лет вот и все шлаки из разных тканей из разных органов чистится лимфа чистится кровь чистится каждый орган но какая происходит гибкость через эти 10 дней у меня ушло 5 килограммов 5 килограммов шлака вот шлаков представляете и кожа как у младенца восприятие вкусов ради только этого стоит поголодать чтобы почувствовать насколько вообще разнообразно насколько насыщена вкусами и да мы на первый день первый день пили морковный сок разведенный пополам нам казалось что это какой-то божественный нектар вот и гибкость у людей настолько вот возрастает что руководитель говорит что можно 10 лет заниматься йогой и тянуться на шпагат можно 10 дней поголодать и тут же на шпагат сесть вот поэтому опыт очень удивительный очень много открытий я для себя сделала я конечно наверное хотела повторить и вот сейчас стараюсь раз в неделю все-таки тоже находить день в который я буду воздерживаться от еды день в который у меня происходит пищевая пауза тем более сейчас я веду марафон молодости для девочек чтобы их поддержать я тоже нахожусь в том же режиме который предложила им раз в неделю у нас идет чистка кишечника один день мы воздерживаемся от еды я приготовила для них вкусные рецепты которые они с удовольствием воплощают и я вот уже вижу отклики как красливые радостные для них это такие новые открытия новых блюд которых они никогда не пробовали все вкусно да еще и полезно еще и сытно потому что некоторые думают что вегетарианство сыроедение это что-то холодное что-то вот когда я стала вегетарианкой меня все спрашивали что ты ешь картошку с капустой а потом когда я сказала что как раз картошку с капустой мы практически не едим для них это вообще просто люди в ступор впадали не пьешь алкоголь как же ты расслабляешься не ешь картошку с капустой не ешь мясо как же вообще можно жить как у меня муж говорит а мы не напрягаемся я тоже столько раз сталкивалась с тем а что же вы едите при этом когда ко мне в гости приходят у них не возникает совершенно вопроса потому что у меня стол обычно ломится от еды и как раз такое разнообразие мне кажется мясоедение очень скучно мясо и что и гарнир макароны или картошка а в вегетарианстве это настолько разнообразная пища я совершенно в этом вопросе согласна и у меня у меня тоже вся семья меня поддерживает у меня даже нету с этим проблем мне кажется это намного веселее вот мясо это скучно а вегетарианство совсем не скучно я согласна истинные гурманы они становятся вегетарианцами один из моих учителей Антон Сараев как-то сказал что когда ты ограничиваешь себя в чем-то перед тобой открывается огромный простор возможностей я убрала из своего рациона кофе и чай но кофе я никогда особо не пила но убрала зеленый и черный чай такое разнообразие напитков открылось что мы вот не успеваем все это даже хотя бы попробовать как это вот бывает вкусно бесподобно и ну все вегетарианцы они не гурманы и чем больше сужаешь свою рамки тем больше открывается перед тобой возможности сейчас я убрала еще молочку я убрала выпечку хотя очень любила печь дети у меня любили печеные сейчас мы начинаем привыкать ко всяким зеленым коктейлям фрукты овощи каждый день по-разному я готовлю им это все тоже очень нравится ну по-разному кому-то нравится кому-то нет мне приходится там для каждого как-то вот бывает какой-то особенный вариант а вот кстати вопрос сразу к детям дети йогой занимаются и вообще вот как детей приучить для того чтобы они стали заниматься йогой вообще мне нравится фраза не воспитывайте детей воспитывайте себя дети все равно будут похожи на вас поэтому я особо для них занятия не веду одна из моих учениц то есть они ходили какое-то время на занятия к одной из моих учениц которая ведет занятия для детей иногда они ходят ко мне на занятия вот они очень любят когда мы занимаемся акро йогой это чудесное направление которое мне безумно нравится я очень мечтаю чтобы у меня появился единомышленник партнер с которым мы бы занимались акро йогой потому что акро йога это сочетание йоги акробатики и тайского массажа это чудесно это во-первых очень красиво выглядит но на сегодняшний день акро йогой занимаюсь с детьми они так любят кувыркаться у меня на ногах прямо на перебой мама кого первого ты поднимешь кого первого покрутишь вот мы немножко показывали свои выступления у нас в городе у нас в городе неоднократно ежегодно вернее проходит фестиваль аэробики первый раз мы там выступили с семьей я с дочками в том году я участвовала в конкурсе на лучшую многодетную семью нашего города тоже там показывали номер акро йоги с девчонками все это все воспринимали на ура так что на самом деле хоть и немножко необычно особенно для жителей маленьких городов потому что это на самом деле очень удивительно потому что вы имплементируете совершенно такие необычные знания вы там наверное как я не побоюсь этого сказать луч света в темном царстве с одной стороны но вы оживляете наверное среду приводносите у вас же много последователей много учеников насколько я понимаю у меня есть ученики ну может быть это не очень скромно но да как-то вот что-то новое я приношу в город людям нравится и для меня самое главное что я вижу что как люди изменяются как меняется их настроение как меняется их состояние здоровья для меня вот это самое главное да что-то как-то новенькое живенькое пока я чувствую что я здесь нужна только почувствую что здесь я уже все сделала все что могу я не привязываюсь никаким местам я очень люблю путешествовать люблю знакомиться в каникулы все лето я с детьми пока дети учатся я успеваю где-то куда-то съездить без них где-то чему-то поучиться где-то с кем-то поделиться где-то наоборот интересный опыт приобрести потому что сейчас очень много людей по-разному живущих в сентябре я ездила на слет сансерферов сансерферы это свободные путешественники это молодые люди которые не привязаны к одному месту которые любят путешествовать изучают мир но это не просто люди которые не работающие у многих у них есть какой-то бизнес многие как-то работают удаленно кто-то зарабатывает в том месте где куда приехал это очень интересно развивающиеся люди духовные люди отдающие люди потому что самое главное когда ты начинаешь развиваться с тобой вместе растет гордыня и с ней тоже нужно уметь как-то справляться и когда ты начинаешь делиться знаниями делиться тем что ты умеешь вообще ведь нужно отдавать не только десятую часть финансов но и свое время знания один из мудрецов сказал что если ты наполняешься и не отдаешь ты горшок у которого нет дна из тебя все вытекает дальше вот и поэтому вот эти люди на самом деле умеют получать новое умеют отдавать и вот все-таки больше нацелены на отдачу и это очень приятно видеть таких отдающих людей и на самом деле их очень много и мне кажется вот таких светлых открытых огромное количество по крайней мере в моем окружении других я не вижу ну совершенно верно я согласна с таким постулатом что когда мы изменяемся сами то мир вокруг нас изменяемся да и мы в свою жизнь притягиваем совершенно уже людей которые нам близки по духу и разделяют наши убеждения я абсолютно с этим согласна и вот мы тут через путешествие как раз перешли ко второй части нашей программы о чем я хотела вас распростить я вчера зачитала с вашим дневником о пути Сантьяго я немножко расскажу нашим радиослушателям что такое путь Сантьяго путь Сантьяго это старинная дорога пилигримов ведущая через Европу в испанский город Сантьяго де Компостело и каждый год миллионы людей проходит этот путь как пилигримы и особенно я знаю что в книге Паула Куэли путь волшебника да по-моему или как путь мага она называется он написал как раз этот путь и сам его прошел и количество паломников особенно после этой книги оно увеличилось в несколько десятков раз как я читала эту информацию и говорят что еще есть у этого пути название путь Святого Иакова и иногда его называют дорогой звезд потому что древние паломники ориентировались по звездам и Света в прошлом году практически ровно год назад она начала в апреле у нас сейчас как раз 4 апреля вот в середине апреля Светлана одна прошла этот путь Сантьяго пешком 790 километров и Свет почему? зачем? вообще я любительница путешествовать и мне вот вот эти пакетные туры как-то не могу сказать что сильно всегда радовали я всегда хотела куда-то вот пойти ну так вот чтобы просто выйти и идти не знаю куда как-то я вот не настолько видимо свободно себя чувствовала я думала что вот этот путь это будет мой первый шаг в мои свободные путешествия вот я знаю что очень многие люди автостопом путешествуют это как раз те люди с которыми я в сентябре познакомилась это было 130 человек которые такое количество путешествий прошли но про них если заходите попозже я расскажу вот про путь Сантьяго и мне про этот путь рассказала одна из моих знакомых одна из моих подруг она говорит вот у нас в городе есть девочка которая прошла этот путь такой-то такой-то путь и я так загорелась мне так стало интересно я связалась с этой девочкой а эта девочка жила тоже вот в нашем городе Медногорске потом она прошла этот путь познакомилась там с итальянцем вышла за него замуж в том году родила ему ребенка сейчас чудесно живет в Италии вот и когда мне сказали что вот там целый месяц ты будешь идти где-то по природе с какими-то интересными людьми и вот она я списалась с этой девочкой она приезжала в Медногорск мы встречались я все вот разузнала я загорелась я поняла что я обязательно пройду этот путь зачем ну вот наверное это первый мой шаг какое-то свободное плавание свободное путешествие с другой стороны когда я пошла в путь я поняла что вот это какой-то путь к себе то есть когда я шла и была один на один с собой потому что живя в городе мы часто загружены всякими суетливыми не знаю нужными или ненужными делами мне нравится как веды говорят что мы в нашей жизни как белка в колесе куда-то бежим сначала бежим зарабатывать потом как на скоростном поезде они говорят выйдите остановитесь отгонитесь вокруг ведь вокруг столько красоты столько природы мы этого не замечаем и вот идя от этого путь рядом со мной не было телевизора цивилизации и так далее хотя со мной был телефон который мне служил и записной книжкой и переводчиком и телефоном и фотоаппаратом то есть он для меня был потому что он помогал мне если бы эти все мысления зафиксировала тогда сейчас бы я наверное всего этого не написала потому что путь меня вдохновлял мне было очень интересно побыть самой собой с одной стороны с другой стороны встретимся я хотела как раз рассказать нашим радиослушателям что вы ввели ежедневный дневник в контакте в социальной сети контакт и ежедневно вы писали такие небольшие отчеты и я вот хотел бы даже зачитать ваш отчет от 29 апреля как раз что такое путь Сантьяго вы начинаете так сегодня у меня философское настроение путь Сантьяго это то место где ты можешь побыть самим собой на природе которая дает энергию умиротворения вдохновения без техники компьютеров машин которые забирают всю нашу энергию за которых мы теряем себя теряем отношения близких нам людей здесь мы можем быть настоящими сняв маски этот путь это лучшая медитация где можно услышать себя понять себя это путь к себе это путь домой удивительные слова я так понимаю что просто так они не приходят в голову потому что я вот ваш дневник я вчера не поленилась вы мне рассказали что вы ввели все записи я все отлистала эту ленту на год назад и нашла все записи и прочитала и я настолько вдохновлена еще я удивилась потому что там я знаю что они отмечают 25 июля это вот собственно день святого Иакова у меня сразу тоже мысль возникла что мне тоже это нужно когда-нибудь сделать потому что у меня у мужа например 25 июля день рождения думаю надо ему рассказать обязательно и какая трансформация происходит на этом пути кого мы там встречаем кто наши попутчики потому что я так понимаю что с одной стороны ты один но с другой стороны много людей идет по этому пути людей огромное количество можно сказать я шла не в сезон я начала идти тогда когда вот этот путь можно сказать сезон только начинался еще достаточно прохладно путь лежит и в горах в том числе и утром мы надевали на себя все теплые вещи которые были днем мы это все с себя снимали там где-то даже нет нигде мы толком не купались но вот до футболок до маек до шорт мы все-таки раздевались впереди тебя огромное количество людей сзади люди идут поэтому мне когда говорили ты шла одна я говорю я уехала одна но я всегда была вокруг было огромное количество людей причем раз люди отправились в путь то есть люди уже немножко не такие как все да то есть это открытые к общению открытые к чему-то новому люди из разных стран из разных континентов разного возраста причем я хочу отметить что огромное количество людей именно старшего возраста те люди которые видимо уже построили семьи сделали бизнес и которые могут посвятить какую-то часть времени себе может быть они тоже искали путь к себе кто-то идет за здоровьем кто-то не может забеременеть кто-то ищет свою вторую половинку но у каждого своя история и история неповторимая и как мы интересно общались кто-то знает английский кто-то мог только эмоционально в нашей группе был удивительный человек его зовут Тония а фамилия его Питца живет он в Неаполе он знал только итальянский но он такой эмоциональный неаполитанцы это особая часть населения Италии вот одни слова белиссимо брависсимо и этим было все сказано и все его понимали о чем он вообще говорит поэтому я там тоже об этом писала что язык понимания язык любви вот что самое главное можно понять друг друга взглядом можно словами понять друг друга объятием и так далее и так далее и я там писала что люди с разных континентов из разных стран шли с огромной любовью в сердце друг к другу и все что у нас в жизни вот эти все войны происходят это как-то вот от того что мы не умеем любить друг друга от того что мы вот как-то вот нам любви не хватает вот Павел Раков мне нравится как говорит вот вы женщины нас мужчин недолюбливаете вот мы идем воевать если бы нас любили мы бы вот и не шли никуда на войну поэтому там нет такого разделения русских конечно там очень немного очень редко встречаются и они были очень удивлены увидев русского человека там потому что все-таки это путь католический у нас в России его как-то вот особо не продвигает этот путь но воспоминания у меня безумно теплые про каждого человека очень много пожилых я ими восхищалась потому что ну что я мне вот я в расцвете сил я йогу у меня куча энергии куча сил для меня там 20 километров 20-30 километров в день ну первые дни было тяжеловато вообще говорят что первые 10 дней идет работа с физикой с телом потом идет работа с умом потому что заканчиваются красивые разнообразные пейзажи начинается равнина и там уже начинаешь и тело уже привыкает к рюкзаку или без рюкзака и начинается уже работа с умом а вот эти люди которым за 50 за 50 они порой приходят только к вечеру у них на отдых остается буквально пару часов их ноги горят у кого-то они в мозолях но они рады они счастливы они улыбаются они готовятся к завтрашнему дню я им просто восхищалась как вот они я шла с одним парижанином ему 65 лет длина его пути 1300 километров он два месяца шел он прямо из Парижа что ли пошел он из Парижа пошел потому что путей много по Франции тоже этот путь идет и там есть тоже какие-то значки он не такой популярный конечно во Франции но тем не менее он прошел и Францию и Испанию кто-то возвращается второй, третий, четвертый раз на этом путь потому что вот как-то вот людей манит бегают из городов вот мы бежим сначала из города чтобы заработать денег а потом приходит знание что деньги не принесут счастья никакая это 4 компонента счастья благостная близость к природе чем вода и экологическая еда нет здесь денег нет конечно я не отрицаю потому что мы все-таки живем в социуме и как говорит Рами Блэйн говорит, что для того чтобы вы были успешны вы должны быть успешны материально чтобы люди за вами пошли я не знаю материального но я на себе ощущаю насколько просто вы из машины или быть за городом я тут же получаю глоток энергию и я тут же приподнимаюсь и я чувствую моменты счастья сидя за компьютером вроде читаешь умные умные какие-то вещи но порой наступают какие-то депрессии из домов идите в горы идите в леса идите в путешествия потому что вспоминая историю одного из каких-то американских банкиров он в свое время разорился и решил вот эти два года два года он пропутешествовал весь мир он говорит это были лучшие годы моей жизни недавно читала книгу о том который продал и феррари тоже успешный юрист который достиг огромных высот огромных состояния он все бросил и ехал в Индию и тоже за несколько лет это были лучшие годы его жизни и он приобрел гармонию в себе поэтому вот эти пути у каждого он свой такой путь он вот дает какое-то осознание вот эти слова которые вы сейчас читали из моего списка я помню как я их писала и прямо слезы на глазах у меня на потому что я осознавала я возвращаюсь к себе к себе истиной не той которая живет в социуме там и чего там к своей природе наконец-то вот я понимаю начинаю приближаться и понимать что мне что я такая зачем и вот эти осознания это было это что-то Света я знаю что вы еще вы быстрее прошли чем нужно ну как бы не то что нужно наверное это у каждого скорость своя потому что я знаю что кто-то проходит 15 километров кто-то 40 километров в день может пройти но я знаю что у вас было ограниченное количество дней у вас всего было 28 дней поэтому вам нужно было мне очень понравилось мне надо пройти этот путь за 28 дней вы написали что-нибудь придумаю обычно его проходит за 33 но что-нибудь придумаю но удалось получилось я так понимаю даже быстрее ну да получилось честно говоря я часть пути проехала на автобусе 80 километров пусть 830 километров из 230 километров от километров 68 я проехала на автобусе вот потому что действительно у меня было только 28 дней хотя есть люди которые по 40 5 километров в день проходят но это вот просто нужно целый день идти может быть ну как-то вот я выбрала для себя вот такой средний темп до 30 километров в день для того чтобы полдня нужно было для того чтобы немножко прийти в себя и написать такие замески потому что мне почему-то нужно было причем так интересно меня на эти заметки вдохновила друга она журналист с работы замредактора нашей Гореты Медногорской она говорит Света ты будешь что-то писать? я так думаю не знаю будешь ли ты вести дневник? а потом когда приехала в Барселону прилетела в Барселону вот Настя про это читала я прилетела рюкзак мой нет то есть так случилось что я летела через у меня там была небольшая стыковка полтора часа рюкзак мне перебросит другой самолет в самолете познакомилась с девочкой в которой сутки сбежала в Барселоне потому что ждала свою рюкзак в путешествие началось интересно почему про это мне написать? хотела взять карандашу бумагу она говорит зачем у тебя телефон пиши там я написала в телефоне заметку потом смотрю оказывается эту заметку можно выложить в социальную сеть я раз попробовала выложить на фотографии потом смотрю по отзывам по комментариям что люди начали читать мои заметки и когда я увидела красную связь что кто-то ждет мои заметки и они уже ждали что были когда не было Wi-Fi во всех альбергах я ночевала Wi-Fi не только в альберге даже в Ахтолу поэтому Света у меня не была потеряна и люди иногда писали Света все ли у тебя хорошо когда 2-3 дня не появляются мерзки то есть некоторые Света как ты где ты переживаешь все ли у тебя хорошо я говорю да все у меня хорошо все у меня замечательно вот так что А скажите Свет а это вообще финансово затратная такая поездка я понимаю что они для паломников делают конечно специальные цены но все равно это насколько дорого недорого все-таки целый месяц в Испании особенно сейчас для России так наверное это все сколько вообще вот в среднем нужно денег для того чтобы совершить такое паломничество значит каждый день ночевка в Альберге стоит от 6 до 12 евро в каждом населенном пункте в котором мы останавливались обычно было несколько таких ночлежек они назывались либо Альберги ну то есть классическое название Альберг если хочется что-то покомфортнее и подороже это были хостелы гостиницы отели вот в Альберге чаще всего от 6 до 10 5 евро стоимость причем Альберги бывают разные если это муниципальный Альберг то это например 6 евро и там 50 человек в комнате бывало 20 человек в комнате двухъярусные кровати бывали Альберги где мальчики отдельно женщины отдельно бывало где вместе вот а есть например вот в городе Нахера один русский молодой человек прошел этот путь и потом построил свой Альберг вот у него мы ночевали у него 12 евро стоило но у него совершенно другой уровень сервиса у нас была по-моему четырехместная комната две двухъярусные кровати то есть чистое уютно за одни и те же деньги можно получить и очень комфортный сервис и не очень комфортный но на самом деле нам половникам было не важно потому что пройдя 20 километров мы все спали без задних ног ну да естественно а еда вот как вам как в вегетарианке было сложно не сложно великолепно потому что на тот период уже много и овощей и фруктов было в магазинах все это можно было купить вообще вот этот путь некоторые говорят он коммерциализирован но на самом деле в те населенные пункты куда мы приходили чаще всего там были конечно магазины где можно было это все купить в некоторых альбергах нам предлагали комплексный обед в 6 вечера он стоил 10 евро но я бы предпочитала останавливаться в тех альбергах где была кухня потому что я могла там приготовить любимую для себя еду я помню покупала там клубнику за 1 евро какую-то коробочку наедалась этой клубникой на завтрак вот или на полный как-нибудь обычно у меня вот после прихода в альберг был уже там ужин совмещенный с обедом вот еда вкусная там мы ели ой не спаржа как же она называется ну спаржа тоже есть да сейчас как раз весной сейчас как раз самый сезон спаржи сейчас очень она и у нас это в общем средиземноморское такое сезонное растение очень вкусное я с вами согласна совершенно но опять же вот с точки зрения питания были такие тонкости например у них ведь есть такое понятие как сиеста то есть 2 до 5 у них все закрыто а были моменты то есть иногда мы в альберг приходили к 12 утра выходя в 7 в 6-7 утра выходя в 12 и порой мы приходили если это в километрах 18 а если километров 25-30 то мы приходили часам в 2 а в 2 у них начиналось сиеста то есть сиеста не работают ни магазины ни рестораны то есть нам до 5 часов приходилось ждать чтобы открылся или магазин или ресторан что-то перекусить а еще были такие моменты когда мы останавливались в небольшом городе где существовал буквально один магазин а если это был воскресенье тот магазин мог быть закрыт то есть получалось что ну голодными мы ни разу не остались хоть один магазин но мы в городе все равно находили были такие деревушки где мы останавливали где жителей в городе было меньше чем у нас паломников например селение в нем живет человек 60 а у нас паломников было там на порядок больше и например вот в этом селении несколько сотен да там в этом селении например 60 человек живет и 6 всяких приютов для паломников ночлежек да постелов то есть мы останавливались и в более больших крупных городах таких как Леон например и были совсем малюсенькие про которые идешь-идешь по степи думаешь да когда же этот город настанет потом распускаешься в какой-то овраг а там в этом овраге вот такое небольшое селение городом конечно это назвать было сложно потому что это буквально несколько домов стоит и среди этих домов несколько удивительно конечно свет вообще я конечно восхищаюсь вами потому что мама троих детей йогин и вот такой вот самоотверженный решимость вообще столько сил энергии вас чтобы я так понимаю что вы девочек тоже вот к путешествиям приучаете да вы очень много ездите мы с вами на прошлом году на Варкаиме вот виделись и я так понимаю что у вас все лето расписано в поездках да все всегда очень много всего запланировано и я конечно поражена что вы вот так вот столько энергии но это наверное все только благодаря йоге правда потому что йога пронизывает мою жизнь с другой стороны я не могу иначе я не могу сидеть на месте ну как мы три месяца каникул можем сидеть на месте действительно у нас прописано все лето прописано каждая неделя в том году наше лето началось с Питера потом мы поехали на йоговский ретрит потом мы приехали в Аркаим потом мы поехали на фестиваль под Екатеринбургом проходил вегетарианский удивительный фестиваль потом я с детьми уехала в Турцию потом с Ледсан-серферов новый йогический фестиваль то есть да жизнь наполненная я стараюсь не останавливаться на достигнутом и развиваться не только с точки зрения йоги и с точки зрения женственности вот и интересов много и хочется успеть многое и дети тоже да они тоже любят путешествовать любят планировать и у нас запланированы путешествия на ближайшие уже два года где какие каникулы мы куда что хотели бы посетить ну очень здорово мы вас ждем здесь тоже у нас в Америке я вас с огромной радостью приглашаю у нас как раз здесь есть ферма Шавананда с вами очень интересное йогическое место и я буду очень рада если вы к нам приедете и мы с вами поедем на эту ферму и спасибо вам я вас благодарю огромное спасибо сегодня с нами была Светлана Щеглова Йогин мама троих детей путешественница очень интересный человек прошедший такую пилигримскую такой паломнический путь путь Сантьяго и выбравший для себя в жизни путь йоги оставайтесь с нами на радио Сангейтс по понедельникам выходит в эфир программа путь йоги в 9 утра по времени Чикаго в простите в 9 утра по времени Сан-Франциско в 11 утра по времени Чикаго и это у нас 19.00 по московскому времени благодарю Светлану за такую удивительную интересную беседу и мне такое ощущение что нам еще будет о чем со Светланой поговорить и может быть не в рамках путей йоги может быть женской гостиной вот особенно про питание про голодание я сейчас тоже этот вопрос изучаю поэтому со Светой мы не будем надолго прощаться и я надеюсь она к нам еще в гости обязательно заглянет с удовольствием спасибо за предложение я очень рада если мои знания кому-то интересны мой опыт кому-то полезен спасибо за приглашение Настя спасибо большое до свидания и до новых встреч оставайтесь с нами на волнах радио Сангейтс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok